Всем здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас уже суббота, 25 мая 2024 года. Разберем вот такую вот мы новость про пенсии в Латвии, друзья. Да, очень важная информация. Послушайте внимательно. Заработок ниже минималки. Что будет со стажем для начисления латвийской пенсии? Мне 58 лет. Три года работаю в статусе самозанятое лицо. Плачу налог в размере 25% от доходов. 25, подчеркиваю, процентов налог. Несмотря на все усилия, доходы не достигают даже уровня минималки. Ну, как вы и знаете, у нас минимальная зарплата 700 евро. Но это на бумаге. Это грязный мир. Дальше, друзья, будем разбираться. Недавно узнала эта женщина. Недавно узнала, что в случае, если налоги уплачиваются, суммы, которые меньше, чем установленный в стране размер минимальной заработной платы, проработанные годы не учитываются в стаже страхования. Их также не учтут при начислении пенсии. Это действительно так? Это вопрос она задает. Читательница ББ Элвер задает. Вита Цините, старший эксперт отдела методического руководства по пособиям Государственного агентства социального страхования ВСАА, отвечает ей. Человек, работающий в статусе самозанятого лица, может выбрать один из двух режимов налогообложения. Как самозанятый, уплачивающий обязательные взносы государственного социального страхования, в общем, порядки налогообложения, или как самозанятый, уплачивающий в режиме налога на микропредприятия. Страховой стаж формируется из периодов, в течение которых осуществлялась выплата страховых взносов. В данном случае, когда человек, работая как самозанятое лицо, платит взносы ВСАОИ. Обязательно взносы государственного социального страхования должны выплачиваться независимо от выбранного режима налогообложения и величины доходов. Извините, друзья. Я надеюсь, эта информация очень важна для многих. Если выбран общий порядок налогообложения, размер ВСАОИ определяется в зависимости от размера доходов в календарном месяце. В свою очередь, самозанятый, который вносит ВСАОИ как плательщик налога на микропредприятия, платит НМП с оборота, то есть брутто доходов, в основании квартальной декларации в размере 25% от оборота НМП. НМП из этого налога налог на микропредприятие НМП, друзья. Из этого налога 80% это ВСАОИ, а 20% подоходный налог физических лиц. Для самозанятого лица, чей доход в каком-то месяце оказался меньше, чем установленная в государстве минимальная заработная плата. А я напоминаю опять вам, что она с 2024 года сумма установлена 700 евро минималку. Но это повторяю грязными. ВСАОИ должно уплачиваться с фактических доходов в размере 10% на пенсионное страхование. Для самозанятого лица, чей доход в месяц достигает или превышает установленную в государстве минимальную зарплату, выплата должна производиться в размере 31,07% от выбранного объекта взносов, который не может быть меньше минимальной заработной месячной зарплаты. Эта ставка включает в себя пенсионное страхование, а также страхование по беременности и родам. Ну, беременности и родам для пенсионеров, ну, это ладно, это сам собой. По болезни на случай временной нетрудоспособности, ну, это понятно, да, это больничный. Инвалидности, родительское и страховое здоровье. Кроме того, необходимо необходимо вносить в САОИ на пенсионное страхование дополнительно 10%, ну, налог, друзья, это вносить налог на пенсионное страхование дополнительно 10% от разницы между фактическими доходами самозанятого лица и выбранным им объектом обязательных взносов социального страхования. Плательщики налога на микропредприятия в понимании закона о государственном социальном страховании считаются самозанятыми. Согласно рассчитанной сумме ВСАОИ ВСАА вычисляет объект ВСАОИ, учитывая 80% от налога на микропредприятия и применяя ставку ВСАОИ самозанятого лица 31% и 0,07%. То есть для плательщика налога на микропредприятия система НМП, система социального страхования по ВСАОИ регистрируется в полном объеме как для самозанятых 31,7% независимо от фактического размера оборота НМП. Таким образом, независимо от выбранного режима налогообложения и величины доходов, самозанятое лицо подлежит социальному страхованию, включая пенсионное страхование. Самозанятый рассматривается социально застрахованным только в том случае, послушайте внимательно, большая просьба, рассматривается только в том случае, если он фактически уплачивает ВСАОИ налоги. Периоды, в течение которых выплачиваются пенсионные страховые взносы, включаются в стаж страхования для пенсии по старости. А теперь послушайте очень важный момент. Если самозанятое лицо получает доход от интеллектуальной собственности авторские гонорары, то получатель авторского вознаграждения не является обязательно социально застрахованным лицом. Может не вносить ВСАОИ в случае, если он достиг возрастом, дающего право на получение государственной пенсии по старости. Или если ему предоставлена государственная возрастная пенсия, включая досрочную. Или если он является лицом первой или второй группы инвалидности. К сожалению, к сожалению, повторяю, в вопросе читательницы не указаны подробности, которые могут существенно повлиять на ситуацию в ее конкретном случае. В частности, неизвестно, неизвестно, какой вид хозяйственной деятельности она осуществляет, являясь самозанятым лицом. В каком режиме налогообложения платит налоги она, работая в статусе самозанятого лица? Имеет ли какую-то группу инвалидности и так далее и тому подобное? Поэтому, чтобы получить исчерпывающую информацию по своему конкретному вопросу, ей стоит обратиться в удобный для нее филиал ВСА. А. Там два А, друзья. Вы понимаете, да? Это то учреждение, где начисляются пенсии, пособия, больничные и так далее. Это по вашему месту жительства. Где вам ближе? Я очень много новостей вел на похожие темы, друзья. Сколько я раз всех предупреждал. Почему? Потому что я это все уже прошел, друзья. Прошел. И был, я даже со счета сбился, сколько раз я там бывал, друзья. Ну так, как это касаемо болезни. Новости закончились, друзья. Я сейчас комментирую, комментарии, да. Уже все, можно сказать, что все вот эти все вопросы, уже эти все прошел. Куда обращаться? Куда же обращаться, друзья? Да, раньше, пожалуйста, в живую очередь потом поставили вот эти аппаратики, нажимаете, не бойтесь заходить вы туда, не бойтесь ничего, никто вас, как говорится, не укусит. Это же вам надо, друзья, вам. Но вам никто не объяснит подробней, конкретней, так подробней, как именно в этом учреждении. Вот нажав на кнопочку, ну, либо предварительная запись, где-то везде сейчас по-разному. Вот помните, когда коронабесие было, так там вообще бог знает что было. Бог знает что. Ну, и то можно было зайти, друзья, по предварительной записи. Да, и сейчас тоже предварительно запишитесь. Ну, может быть, в каких-то этих самых городах или поселках Латвии, может быть, и в живую очередь идет. Не могу уточнять точно. Я говорю по своему месту жительства. Пожалуйста, позвоните по телефону, они вам все расскажут. Ну, узнайте у кого-нибудь, кто ходил. Да, друзья. Или зайдите через интернет вот ПСА и выскочит вам все. Ну, чтобы зайти и они вам рассказали, да, друзья, все объяснят, все расскажут и вычислят вам конкретно все до центика, сколько вам чего полагается. Посоветуют, что делать лучше вам, что взять с собой, принести с собой. Очередной раз, если вы что-то забыли, если что-то вы недопоняли, друзья, да, ходил, конечно же, неоднократно, знал прекрасно, куда идти. Потому что больничный туда, ну, больничный относил, и они мне рассказывали объясняли все, даже писали, чтобы мне, я сам себе записывал, чтобы не забыть в следующий раз, что, чего и почем. Также и оформление пенсии, друзья. Ну, я, и как являюсь сейчас инвалидом, по профессиональному заболеванию. Они там все начисляли. Да, потом приходил и все. Или же по почте присылали письмо, как вам, вашей душе угодно, друзья. Лучше сходить туда вам самим, друзья. За вас, я к чему это говорю так долго, за вас никто не имеет права это узнавать. Кроме вас, лично, ну, если, ну, вы же заработаете, вы же самозанятое лицо, тем более 58 лет. Это еще молодая считается у нас вообще, вот в других странах, может быть, там, посмотрят, как это 58 лет молодая. Да, потому что с 1 января следующего года 2025-го у нас все как женщины, так и мужчины пойдут 65 лет ровно, тютелька в тютельку. Но, напоминаю, может кто-то еще до сих пор не знает, что вы, если у вас стаж 30 лет, 30 лет, вы можете выйти на досрочную пенсию во сколько получается, в 63 года. Вот если 65 лет вы пойдете, можете в 63 года, на 2 года раньше. Но, еще напоминаю, вы будете получать только 50% от полной начисленной вам пенсии на тот момент. Только 50%. Это кто хочет, может быть у кого-то большие, кто-то не хочет ждать, друзья. Вот я пользуюсь случаем, еще раз напоминаю, но это повторяю, это будет только с 1 января 2025 года, чтобы ровно считать, понимаете, ну, либо в этом году можете выходить. Но, если стаж, трудовой, страховой стаж у вас есть 30 лет, не менее, меньше будет? Нет, вы не имеете права выходить на досрочную пенсию. Вот так вот, друзья. Надеюсь, эта информация была полезна многим. Годы летят, друзья, как птицы летят, как песня поется. Так что не забывайте посещать это учреждение и узнавать, это же вам надо. За вас никто не сможет сходить и за вас узнать. Только вы непосредственно. от кого-то, от чего. Ну да, вот я стараюсь, конечно, вам чем-то помочь. Стараюсь, доношу информацию, ну, куда еще, друзья, доступнее, как еще доступнее. Я стараюсь медленнее, стараюсь повторять. Ну, знаю прекрасно, у нас возраст такой, понимаете, друзья? Мы тоже думали раньше, когда были молодые, нам лет было по 25-30, 40-45, даже 50, ну, нет, до 45 где-то, да. Мы думали, что вечно будем такими молодыми, а ну нет, уже седьмой десяток. Вот так вот, друзья. Память уже, друзья, память. И вообще, повторяю, не стесняйтесь, не бойтесь, никто вас не укусит там. Наоборот, только это учреждение для чего? Для чего? Для помощи, для информации и так далее, и так далее. И для оформления, естественно, это в первую очередь оформление всего и вся. Как больничных, так и инвалидности оформления, ну, уже начисления инвалидности, сколько вы будете получать, пенсии, сколько вы будете получать, больничного, сколько вы будете получать, они же через это, учреждения проходят это все, и так далее, друзья. На этом я заканчиваю. Повторяю, Это спрашивала одна женщина Вот ей 58 лет И она У ней заработок, она работает Самозанятым лицом Ниже минималки И она интересуется, что будет со стажем Начисление На пенсию Латвийскую, повторяю, латвийская пенсия И вот дальше, далее по тексту Я вам все объяснил Поставьте лайк под видео Подпишитесь на наш канал, поделитесь в социальных сетях Просто так, с друзьями Поделитесь, если у вас Ну нет компьютера По какой-то причине нет Ну не в состоянии Купить компьютер, есть такие люди тоже У друзей посоветую С друзьями, с подругами Родственниками У внуков Еще у кого-нибудь Поспрашивайте, друзья Как зайти туда И вот, пожалуйста, друзья Желаю всем здоровья Счастья, благополучия Мира, добра и дружбы между народами Напишите комментарий Любой комментарий Ну, что вы думаете И поняли ли вы, друзья Но это, повторяю, касается В основном пожилого Да всех касается Молодежи тоже Чтобы впредь они узнали Куда обращаться А больше некуда обращаться Уже больше абсолютно некуда Куда, к президенту Или к премьер-министру И это не их дело, друзья Вот, это специальная Организация, которая этим занимается Учреждение Спасибо вам большое за поддержку Нашего канала До свидания До следующих видео-новостей И вообще наших видео, друзья Спасибо Хороших вам выходных Солнечных и теплых Даже жара будет, друзья Спасибо Спасибо Продолжение следует... Продолжение следует...